В День защитника Отечества в Красногорске в 12 часов дня на площади возле администрации городского округа по адресу улицы Ленина, дом 4, пройдет очередная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно». Причем уже 9 раз. Мероприятие будет включать ряд активностей, которые направлены на пропаганду здорового образа жизни. Это и спортивный кокус, и стрезами, и многое другое. Но, впрочем, подробнее об акции мы узнаем от депутата городского округа Красногорск, директора спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Ильи Шадрикова. Он на связи. Илья Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Быть здоровым – это модно, однако 23 февраля обещают нам и снег, и приличный морозец. Вот в этом отношении, как подготовить тех, кто придет на вашу акцию, и как подготавливаются участники? Ну, вы знаете, для нас, чем ниже температура, тем для нас, как сказать, наверное, это приятнее. Так как, к сожалению, в прошлый год была температура плюс один, и за все 9 частей это была самая такая теплая температура. Так как до этого, 23 февраля, три года подряд, температура была от минус 15 до минус 20. И вы знаете, как показывает практика, людей почему-то еще больше это завлекает, и они хотят облиться. С точки зрения для зрителей у нас подготовлена площадка с горячим чаем и с горячей пищей от благотворительного фонда «Пища жизни», ну и различные активности. Поэтому это нас нисколько не пугает. А если брать обливающихся, то просто по программе нашего клуба мы каждое воскресенье выезжаем в купель, по большей части дети у нас закаленные. Ну и встречается где-то процентов, наверное, 35 люди, которые первый раз хотят это сделать, но они вот хотят себя проверить, себя именно в формате вот этого шоу. Потому что, когда они обливаются ведерками, которые образуют бело-синий-красный наш триколор, флаг России, и потом на них также сверху идут вот эти воздушные фейерверки, фонтаны, тоже которые образуют из мишуры бело-синий-красный цвет. Это достаточно очень зрелищно, и людям это нравится. Ну а вот какие требования к тем, кто придет впервые? Ведь наверняка желания одного мало, нужно еще и обезопасить с точки зрения здоровья. Ну вы знаете, с учетом, мне кажется, пассы, состояния, то, что сейчас творится не только в нашей стране и в мире, коронавирус, а те люди, у которых сильный иммунитет, им это все равно. И холодная вода, она как раз изгоняет все из нашего организма. А так вообще, кто хочет принять участие, нужно, конечно, обязательно записаться по номеру 495-562-4226, это телефон администратора клуба Ярополк, чтобы принять в акции. Поэтому те, кто хочет участвовать, обязательно должны до 21 февраля записаться. Все остальные, это, получается, зрители. Но у нас в этот раз будет обширная программа, к нам приедут известные спортивные блогеры. С учетом того, что остановит спорт у клуба это единоборство, у нас приедут известные топовые российские бойцы смешных единоборств, такие как Марив Пераев, Максим Новоселов, известный российский блогер и чемпион Европы по боевому самбо. Ну и многие другие. Ну, насколько я понимаю, приедут они не просто так. Будут ли они в числе тех, кто тоже будет один на один с холодной водой и природой? Да, вы, безусловно, правы. Они будут, естественно, обливаться. Ну, будем ждать 23 февраля и будем ждать от вас новостей по поводу количества участников в этой акции. Я напомню, что Илья Шадриков... Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Ну что ж, друзья, сейчас в прямом эфире со мной связывалась радиостанция Подмосковья, Радио Родин. Я им озвучил нашу акцию. Кто еще не успел записаться, осталось не так много мест, так как больше 190 человек мы не запишем. По техническим причинам это площадка, количество футболок. Вот у нас еще где-то свободных 35 мест, так что записывайтесь. В том числе и спортсмены, родители клуба Ярополка. Ждем всех 23 февраля в 12 часов возле администрации городского округа Красногорска.